Здравствуйте, уважаемые телезрители программы «Букинг». Сегодня у нас встреча с перформансьером, писателем, фотохудожником и многое другое, о чем он сам вам расскажет, с Вилли Мельниковым. Позвольте вам его представить. Здравствуйте, Вилли. Добрый вечер. Рад вас видеть в нашей студии. Я ваше выступление наблюдаю уже, наверное, с десяток лет, не меньше. И пришел к выводу, что, вероятно, более оригинальные фигуры на литературном небосклоне, вы не только как литератор выступаете, я знаю, но я вас вижу только в литературных клубах, я, наверное, не встречал. Ну и, наверное, уже не встречу. Спасибо. И вот в вашем явлении на литературном просцениуме заключены несколько для меня важных моментов. Первое – это то, что когда я вижу ваше выступление, я понимаю, что, наверное, вы оригинальным и достаточно удачным способом сочетаете в своих выступлениях научный подход с подходом исключительно творческим. Да, я это привык называть симбиоз контрастов. Да. И вот это вот отношение к научному мышлению, к научной презентации материала во время перформанса, мне кажется, больше ни у кого нет. Вам это удачно удается, хотя на самом деле таких примеров, наверное, еще и поискать, но во всяком случае я не знаю. Другое – это меня заинтересовало с самого начала, когда я в первый раз увидел, это было в Георгиевском клубе, и там я был с Евгением Даяниным, который был просто… Он в первый раз тогда слышал ваше выступление, он был просто потрясен, он даже вышел и сильно, как бы, эмоционально реагировал на выступление. Надеюсь, не напился. Нет, нет, он был трезвый совершенно. А вот что касается этого выступления, я сразу тогда, поскольку я сам много лет посвятил научной деятельности, лингвистике и филологии, то меня заинтересовало вот это особое музыкальное, что ли, ваше свойство, которое я до этого живьем наблюдал только один раз в литературной среде, это был человек, который попал в автомобильную катастрофу. Это было лет 20 назад, меня привезли в дом, где был человек вот этот, он выжил, и до этого он был физиком, теоретиком, а после этого он стал музыкантом. И он этому не учился. Это у него произошло спонтанно. Он начал играть на фортепиано, там еще на других инструментах, и просто гениально импровизировал. Я сначала, у меня это вызывало большое недоверие, по той причине, что я думал, ну как это можно? Поскольку для такого вот, что он показывал, нужно, конечно, как мне казалось, иметь музыкальное образование, серьезное, много лет упражняться. Но этого не было. Это у него появилось спонтанно. И когда я увидел вас, то я подумал, что возможно, что у вас вот это связано с каким-то таким же аналогичным явлением, что есть нечто, что превратило вас вот в настолько чувствующего музыкальной сречи человека. Как-то вы можете это откомментировать? Ну, что касается моего многоязычия, моего полиглодства, заложником которого я во многой степени стал, то, безусловно, как сказала бы сейчас, вернее предсказала мне еще во времена вот нашего такого приятельства, еще Фаина Георгиевна Раневская, с которой я приятельствовал последние пять с половиной лет ее жизни. Стоило мне призываться в армию на срочную службу после окончания вуза. И как-то так совпало, и через 20 дней Фаина Георгиевна не стала. И она мне говорила, подруга моя, Вильяма, у всех есть своя муля. У меня муля – это известная вам кинороль, вот, а ваша муля, Вильяма, будет ваше полиглодство. Вот, собственно, абсолютно так она сказала, совершенно в точку, снайперски. Но я просто хотел бы все время сползти с вот этой, будь она не ладо, полиглоссии, по которой я, кстати, даже написал недавно трактат, и он продолжает писаться, по заказу Московского центра языковой психологии, с которым последние полтора года платформу сотрудничаю. И даже термин свой придумал – введение в лингводайвинг. И где попытался приоткрыть некоторые тайны полиглоссии, например, истории и своей жизни. А вот эта самая моя музыкальность, без нее, безусловно, не было бы, наверное, и полиглоссии. Но дело в том, что у меня просто от рождения абсолютный музыкальный слух, и я сам иногда пишу музыку, ну как, знаете, как по Пол Маккартневски. Пол Маккартневский, как известно, один из лучших мелодистов в истории музыки планеты, но он до сих пор не умеет читать нотную грамоту. Я маломальски самучкой этому научился, но музыку изначально пишу просто напевно как-то в уме, и тут же и слова к ним, то есть готовые уже песни. И, безусловно, каждый язык я воспринимаю еще как одну такую партитуру, в этом смысле и нотная грамота, и еще один алфавит, не что иное как. И каждому языку у меня подход, безусловно, прежде всего музыкальный, вот, но если уж говорить о ключах к полиглотству, то один из них лежит в первую очередь в отношении к языку. С одной стороны, такая вилка, двойственное отношение к языкам, с одной стороны, для меня язык это не самоцель, это, с одной стороны, он для меня стройматериал, чтобы построить из него свой собственный арт-космос, арт-пространство. С другой стороны, каждый язык для меня это живое существо, мой старший брат по разуму. — Вильям, мне очень нравится термин полиглотия по отношению к этой стороне вашего творчества, и я при этом не считаю, что это полиглотство. Вот полиглотия, мне кажется, очень точно отражает то, чем вы занимаетесь, и я не вижу, с чем это можно сравнить. — Полиглотство, что вроде свиноводства? — Нет, не в презрительном, есть в действительности полиглоты, я имею честь быть знакомым с некоторыми, которые знают до 200 языков, а вот есть такие в мире полиглоты, которые знают до 600 языков. И свободно на всех этих языках разговаривать, но это другое. — Пока не знаком с такими. — А вот тут проблема заключается в том, что этот полиглот может разговаривать на всех этих языках, но он не чувствует мелоса этих языков, хотя его хорошо понимают, он сам понимает. — Просадические, они теряют. — А у вас как раз вот эта сторона очень сильно выделена, что ли, или вы ее презентуете, эту сторону? — Я хотел вас попросить, если, конечно, не сочтете, это за нахальную просьбу такую, вот воспроизвести, ну, скажем, 5-6 разнозвучащих языков, пусть даже незнакомых совершенно, потом вы скажете, какие это, кратко, но подряд, чтобы сразу было видно переход от одного к другому. Вы можете такое сделать? — Дар, это импровиз, или можно читать по-под-другому? — Как хотите, можете читать, можете импровизировать. — Я просто хотел бы... — Как вам нравится? Только я сначала, если можно, покажу то, что вы будете читать. — Да, конечно. — Вы скажите, как это называется, чтобы слушателям и зрителям было понятно. Как это называется? — Это один из моих, собственно, да... — Вот я сейчас поближе к камере, да, ну вот... — Это как раз триптих, один из моих выход, триптих. Да, это не что иное. — Видите, вот, да, это записи текстов. Это можно назвать записью текстов. — Ну, это то, что вот мы сейчас показали. Это один из, ну, наверное, один из моих, это мой любимый из моих авторских литературных жанров. Я его называю лингвогобелен. Это не одно и то же, на разных языках написано, как изначально думают сперва. А именно лингвогобелен. Дело в том, что в процессе... Это многоязычное стихотворение, поэтический текст. Дело в том, что в процессе написания стихотворения меняется мой настрой, меняется язык, природный строй которого соответствует, вот, отвечает данной моей настроенческой ступеньке. Ну, как не будешь петь песню на одной ноте. Также для меня очень трудно писать стихотворение на одном языке. Я даже пишу на одном языке, я и по-русски пишу, поверьте. Вот, хотя на очень своеобразном русском, на муфтолингве и интерксенолингве. Если время останется, объясню, что это такое. Но все-таки я пишу по-русски. Все равно это большей частью перевод такой калька, авторская такая калька с языков, на которых я уже подумал. А для примера, вот что это такое, судите сами. Сейчас. Так. 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 Я проводил этот пример, я однажды присутствовал на выступлении индийского поэта, который говорил на каком-то диалекте хинди, читал стихи, но я сразу понял, что это Гомер. Просто по тому тексту, который он воспроизводил. Он читал свои собственные стихи на своем собственном языке, но я понял, что это гениальный поэт. На меня производило это впечатление высокой поэзии. Вот многие фрагменты или же целые произведения, которые вы делаете, на меня производят приблизительно такое же впечатление. Я не к тому, что там какой-то был проязык, но поэзия вначале, она существовала, как ее произносили люди, человек, который писал стихи на древнегреческом, например, но адресовал это германской аудитории. Часто те, кто его слышал, не понимали ни слова. Но это не мешало им воспринимать как поэзию. Вот как вы думаете, вот если вот в этих вещах, которые вы делаете, это нельзя назвать, конечно, реконструкцией, это не реконструкция никакая, это творчество современное. Но оно мне чем-то напоминает вот то явление, которое мы сейчас не знаем. У нас сейчас не пишут языки, скажем, но если кто-то пишет на латинском языке стихи, такие есть поэты в России. Но они публикуют в специальных журналах, там есть общество людей, которые читают на латыни. А вот то, что вы предлагаете, это вы предлагаете русской аудитории, которая не понимает этого. Иногда мне приходится читать в других странах, когда меня приглашают там выступить на каком-то арт-фесте или просто поехать с авторским мастер-классом по полиглотии и тем, что я называю лингвотерапией, лечение языками, это вполне возможно, и это уже я делаю, вот то там это воспринимается как что-то необязательное к буквальному пониманию. По просьбе, конечно, часть аудитории я делаю посильную кальку, хотя я не считаю себя переводчиком и вообще к профессиональной филологии и лингвистике никакого отношения не имею. Я вообще-то выпускник Московской ветеринарной академии, вот, когда-то, и почему я ветеринарию не забросил. И в этом смысле, в этом смысле, конечно, я делаю посильную кальку, хотя переводить не люблю, поэзии в принципе по определению непереводима, но иные свои лингвы-гобелены, у меня уже есть авторский художественный перевод их, но другое дело, что когда пишешь иногда на таких стихах, оперирующих такими понятиями, а даже отдаленных аналогов, которым нет ни в русском, ни в других, как-то перемелькавшихся на наше зрение и слух европейских языках, то, безусловно, перевод такого вот одного словечка в данном языке, как французы говорят, вот, словечка, требует громоздкого абзаца, это уже не перевод, а экзогеза, истолкования. В этом смысле перевод, конечно, получается раз в пять-шесть в длине оригинала. Да, вы меня сейчас во многом убедили, уже как лингвиста, и я совершенно уверен, полностью уверен в том, что это не надо переводить, и оно и не приспособлено даже для перевода, что вот это произведение существует в таком виде. Вопрос же мой заключался в том, когда вы выступаете в русской аудитории, то многие очень эмоционально, а многие весьма позитивно реагируют на это, как на поэзию. Вот как вы для себя это объясняете? Вы же далеко не всегда что-то там переводите, вы просто выступаете, вы показываете произведение. Я не перевожу, я просто пишу на данном языке. А вот как вы объясняете, вот интерес публики, интерес совершенно разных людей, они не обязательно сведущие в языках, как правило, не сведущие в языках, и тем не менее они это слушают с удовольствием часто и испытывают от этого какой-то там блаженный восторг. Да не всегда, кстати, с удовольствием. Нередко мне приходится напарываться и на агрессивное отторжение лингов-габелленов или других моих авторских жанров. Там у меня есть еще люминоскрипты, взлетексты и прочее. Вот, но, или драконография та же. Вот, но, да, действительно, видимо здесь какая-то непредсказуемая иногда толерантность, иногда несостыкуемость психологическая с данной моей поэтической многоязычной тканью, вот, то есть, вот, тем же лингов-габелленом. Потому что я начал доискиваться, когда увидел вот этот совершенный нередкий неадекват восприятия моих стихов разными людьми, независимо от того, знают они язык, на котором я их написал и читаю, или же нет. Вот, и до моего выступления, что они таких языков даже и не слыхали. Но здесь так, таким образом, для меня самого неожиданно, вот, несколько лет назад обнаружилось лингов-габелленом, вот, в марте этого года, вот, скоро, в марте-апреле будет уже 10 лет, как жанру. Вот, и вот за это время неожиданно обнаружилось психотерапевтическое воздействие, вот, лингов-габелленов. Я это и назвал лингвотерапией, ну, на кого-то, если, как известно, одному лекарство во вред, другому это спасает. Видимо, то же самое получается и с языками. Ну, а что говорить, что о каком-то погружении нирвану в одних и резком отторжении у других, ну, как говорится, я же не стадолларовая купюра, что всем нравится, как и, впрочем, мое творчество. Вот, всегда это бывает очень непредсказуемо. Ну, я благодарен агрессивному отторжению, даже уже в том случае, если дальше внутреннего ощущения отторжения это не идет. А бывает, что даже и на хамят. Да. Так вот, сейчас я хотел перейти ко второй части своего вопроса. Я же сказал, что есть, как бы, два у меня, распадается на две части. Я несколько раз слышал, что вы во время выступлений говорили о том, что среди ваших текстов есть тексты на мертвых языках. И тексты на мертвых, я немножко знаком с этим предметом, и поэтому понимаю, что определенный период развития людей, тексты написаны, никак не озвучивались. Да. Отдельно люди говорили, отдельно писали. И между ними не было соответствия между тем, что написано, и тем, что говорится. Это потом возникло, как бы, и в связи с этим стали возникать алфавиты, там разные виды письменности и прочее. А вот то, что было в самом начале, оно было написано. И нам эти древние языки, как правило, известны по этим надписям. Потому что услышать этих древних людей мы уже не можем. Мы только знаем, что они это не говорили. О, вы. Но они это могли написать, и таким образом можно было, глядя, понять, о чем. И вот, когда я смотрю на ваш линговый гобелен, который, ну, вот я просто на удачу любую выберу, ну, вот, например, вот этот. Он организован как вход, как рисунок, который напоминает какой-то вход. Так он сочинился, да? Да, так он сочинился. Но я понимаю, что если тут есть какие-то надписи, которые должны свидетельствовать о языке мертвом, не знаю, каком, неважно, существовал ли этот мертвый язык или не существовал, для меня это не имеет принципиального значения. Здесь парочка таких есть. Да. Так вот, в этом случае я понимаю, вы озвучиваете, но я понимаю, что это сами носители этого, предполагаемые, они не могли бы это озвучить. Я об этом не задумывался. Да. Потому что они просто это не озвучивали, и у них не было такой системы идеологических соединений, идеологических типов, они это не делали. Но, тем не менее, вы это озвучиваете. И это мне представляется совершенно новым явлением, которое до этого никогда не встречалось. Надо же, не задумывался. Да. Вот не могли бы вы что-то вот не из того, что вы уже прочли, а из чего-то другого что-то прочесть, что относится вот к таким мертвым языкам, где происходит вот это необычайнейшее явление озвучивания того, что никогда не звучало. Да, конечно, конечно, есть такие. Но, прежде всего, должно говориться, что я не очень долюбливаю сам термин мертвые языки. Мертвые языки, я считаю, ну, просто они, какие же они мертвые, если на них так прекрасно и легко, и, естественно, сочинять стихи. Я их называю умолтнувшими, разве что вот умолтнувшие языки. Да, умолтнувшие. А мертвые языки, ну, мертвые могут быть люди, животные, но языки-то вряд ли. Вот, да, действительно, вот на некоторых вот из этих вот, вот здесь есть так называемые мертвые, хотя, вообще-то, они живее всех живых, поистине, вот эти вот языки. Да, такие здесь есть, занимают меньше половины пространства в каждом из лингвогабелянов. Это да. Сейчас я постараюсь озвучить. Разумеется, мы не знаем, как люди, которые действительно говорили на языках, бывшими современниками вот этих надписей, мы знать не можем. Все это лингвистическая реконструкция, и отчасти, и моя авторская тоже, хотя я в этом, я не забываю ни на секунду, что я в этом профессиональный дилетант. Это не Оксюмарон, это, кстати, очень даже, ну, известный французский современный филолог, ну, с русскими корнями, кстати, с русско-польско-литовскими, Марина Ягелла. А она еще в конце 70-х так манифестарно написала, в общем-то, в одном своем, таким, программном научном труде, что, как я процитирую просто, лингвистика слишком серьезная область, чтобы отдавать ее на откуп одним только лингвистам. Ткань от цитаты. Ну, вот поэтому я сейчас попытаюсь прочитать. Ну, пришлось. Да-да-да. Сейчас настроюсь. Вот здесь, я потом перечислю, что это были за языки. Да-да-да. Да-да-да. Да-да. 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 Да. Да-да. 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 Может быть что-нибудь об этих языках. Да-да. 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 или бурушаски, язык изолированного и непонятного происхождения и невыясненных генетических корней и родства. Он, возможно, является прямым потомком, чудом уцелевшим вот этого языка. Отчасти на нем, возможно, говорила находившаяся там же, в долине Верховья Ганга, харрабская цивилизация, или известная как Мохенджодара. Другой язык был, это кухао-ронго-ронго, это рапануйский, это один из гавайских языков, полинезийских языков. Точнее, это всем известный остров Пасхи. Частично сейчас дешифрованная, и я посмел свою дилетантскую руку к этому приложить. Частично дешифрованная, а частично еще нет, письменность кухао-ронго-ронго, я на ней читал. Затем тлацко-текль, это язык одной из народностей доколумбового Юкатана, Мезоамерики, которые покорили индейцы майя, тлацко-текль. Собственно, по приходу испанцев тлацко-теки сперва вместе с испанцами накинулись на своих недавних обидчиков-поработителей, а потом буквально благополучно были выжжены испанцами в свою очередь. Затем была в этой реконструкции еще один язык, так называемый Джо Инзиму. Это современный состык Китая и Тибета. Ну, Тибет, понятно, официально территория Китая, но тем не менее я говорю не о политике, а о культурах. Джо Инзиму – это очень странная письменность, непохожая ни на что. Являлся тоже таким состыком между джурдженами, тангутами, тибетцами и северо-западными китайцами. Представлял такой своего рода погранично-синкретическую культуру, но в то же время достаточно своеобразную. Ну, вот, да, вот на этих языках я прочитал. Да, спасибо, это очень интересно. Вы знаете, пока мы рассказываем, у меня всплыло некое воспоминание застольных времен, или застойных, как их называли по-разному. Синонимы во многом. Да, много синонимов, есть антонимов тоже. Так вот, в то время еще компьютерные технологии и интернет-технологии не существовали, но по телевизору можно было увидеть, вы сами знаете, что звучали разные голоса по радио. Поэтому, конечно, приемник кит или русалка военный, а также какой-нибудь трофейный немецкий приемник, в котором там был диапазон соответствующий, это была находка. Потому что не все диапазоны глушили. И вот включаешь этот приемник и слышишь вот это великолепие, когда вращаешь ручку настройки, то слышишь смену, быструю смену разных языков. Ну, как правило, непонятных, кое-что понятное, некоторые тем, кто знают, а большая часть этого, конечно, была непонятной. Но вот, слушая ваши тексты, я много раз вспоминал вот этот опыт вращения ручки настройки, когда возникают разные языки, никогда не возникало желания услышать что-нибудь дальше, чем просто звук этого языка. Несколько секунд и приключаешь, и крутишь, пока не найдешь то, что нужно. Само по себе это не заинтересовало. Там не было поэтической речи. Это была какая-то информация там, но это не было поэзии. Но речевая музыка, тем не менее. Только сообщающая некий настрой о языке. А когда слушаешь вот то, что вы произносите, то это заинтересует, вне зависимости от того, что переложение это на какой-то, на язык простых, адекватных зрительных образов, оно, я думаю, невозможно. У нас были такие лингвисты, которые занимались фонетическим значением, и я думаю, что это близкое, родственное, практическое применение вот этих небольших, но достаточно фундаментальных исследований, которые делались в 70-е годы и 80-е. Но здесь, когда это слышишь, то все равно возникают некие ареалы звуков. А как такие, я их воспринимаю, как такие звуковые пятна, которые сгармонизированы особым образом друг с другом. И не поэтическая речь не заинтересовывает, а поэтическая речь заинтересовывает сама по себе. Я вот пытаюсь все время понять внутреннюю сторону вашего феномена, ваших перформансов. Потому что просто видеть перформанс, одно удовольствие, один халат, чего стоит. Это лингвов гобелин, я сейчас в нем одет. Да. Вы, наверное, можете его произнести, этот лингвов гобелин. Да, да, да. Сколько на нем языков? Уместилось цельное стихотворение, но уместилось 30 языков. И на спине тоже? И на спине, на рукавах, да. Везде, да, и на хлястике даже. И на хлястике, там по-русски. По-русски, да. Я уже видел, что там по-русски. Ну так вот, сколько всего названий языков вы используете для того, чтобы делать лингвов гобелин? Сколько названий? Я не говорю сейчас про переводы. Вот сколько названий всего? А, в смысле наименований языков? Да, наименований. Вот вы их называете. Это на таком языке, это на таком языке. И вы их называете на языке. Конечно. Да. Так вот, значит, вы их не переводите по-русски, а вы их называете на том языке, на котором... Мазохизм переводите, честно говоря. Так вот, значит, сколько всего этих названий у вас? 103. 103. 103. Вот я просто сейчас обращаюсь к телезрителям и слушателям живого радио, и вы сами слышали, что сейчас происходило. Попробуйте совершенно различных в звуковом оформлении запомнить просто 103 названия языков. Просто запомнить попытайтесь. Вот для меня задача, кажется, очень трудной. Может быть, я и мог бы это заучить или запомнить, но мне это кажется трудным. Просто название запомнить. Я их сам сразу на стыдку тоже не произнесу. Ну, может быть, пару-тройку дюжин вспомню, какое я знаю. Ну, вот вы приворачиваете, вы это вот приворачиваете. А там карта, да, где какой язык. А у вас здесь карта, да, где какой язык на карте. Но тут написаны, кроме этого, написаны эти языки, сами названия языков. У нас только наименование языков. Да, наименование языков, которые вы все произносите. Вот на каждом линговой гобелине тут совершенно разные языки. Их всего 103. И их нужно произнести на том языке. Ну, есть пересечения. Ну, есть вот славянский, например, итальянский. Может быть, вы можете сказать что-то на готском языке. Есть готский. Или же вот есть умершие уже славянские языки, лужицких сербов или же палабских славян. Вот вы не скажете что-нибудь на палабском? О, да, я за решенцам гою сау-то уреже. Запречникасе ми ще закреши погледам. Ну вот это очень любопытно. Спасибо большое за палабское произношение. Между прочим, вот эти венды или которые... Венеты. Да, венеты, венды. Вот даже мама Бисмарка не говорила по-немецки, она говорила на венском диалекте. Представляете, вот это самое близкое время это еще существовало. Да, различия. Как живое в германском регионе, где жили палабские славяне. И они сохраняли свой язык, да, с чуть ли не самого последнего времени. Сами названия Берлины Дрезден, это не германия, это же славянские названия. Ну, насчет славянских, я не знаю, славянские и германские этносы очень близки друг к другу. И соседствующие есть перефразировки, связанные с периодом тотемизма там и другими вещами. Но когда вот я слышу, как вы произносите, легко произносите вот на этом языке какой-то текст, то у меня возникает вопрос, этот текст, это просто какой вы что-то говорили или же это некое произведение? Это импровизация, поэтическая импровизация. Поэтическая импровизация. Вот даже как-то, скажем, там может импровизировать человек на русском языке. Да, это просто импровизация. Но все-таки это поэтический текст. Да, поэтический текст. Просто вот о данном месте, о данном помещении. Да. Спасибо, что вы это продемонстрировали, это очень интересно. И у меня возник вот какой вопрос. А когда вы это говорите, то у вас обычно возникает, или может быть необычно, я не знаю, это трудно сказать, возникает некая ассоциация личности человека с этносом. Вот вы просто говорите эти тексты, или же вы себя кем-то чувствуете? А, вот, да, очень-очень такой правильный вопрос. Да, нет, я не говорю. Когда я говорю и или думаю, и или пишу на данном языке, то, да, действительно, я, если так задуматься, я полностью ощущаю себя носителем этого языка изначально, представителем данной культуры, данной нации, данного народа. Да, да, я остановлюсь им. Да, вот это вот, я предполагал, что так оно и есть, потому что мне иначе это как-то психологически очень трудно было бы представить, что вы говорите, не представляя себя носителем. Значит, вы носитель и... Я влезаю в шкуру представителя этой нации. И вот, когда вы так быстро переходите из одной репрезентации, этнической в другую, этническую репрезентацию, это как-то, по-моему, это у вас происходит не случайно. Вот если взять любой из лингвогобеленов, вот даже, ну, какой-нибудь, вот, который вы еще не демонстрировали, ну, вот, например, вот этот. Вот, вот он далеко высовывается, сам все, я не знаю, что здесь написано. Да, но я, вот я его вытащил, этот лингвогобеленов, и здесь ясно, что здесь присутствует несколько репрезентаций. Да, очень далеких друг от друга. Да, очень далеких, этнических. И здесь возникает какая-то метафорическая особая взаимосвязь между ними, какие-то связи, аналогии какие-то возникают. Вот не прочтете ли вы вот этот вот лингвогобеленов? Хорошо. А мы попробуем уловить аналогии в это время. Или, может быть, наоборот, противостоявления какие-то. Но, 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 может быть, наоборот, противостоявления какие-то. Вот, если это возможно, я попросил бы вот неожиданно немножко вопрос задам. Вот сейчас мы слышали это замечательное произведение и видели, как вы это сделали. Но произведения, которые звучат или написаны, они обладают некой жанровой принадлежностью. Ну, в принятой у нас таксономии. Ну, скажем, вот у нас говорят, вот трагический текст, комический текст или драматический. Ну, и другие таксономии существуют. Так вот, когда, ну, ясно, что в человеке, который что-то слышит или видит, и читает, грубо говоря, в нем, сам процесс чтения, это очень сложное явление. И, когда на вас смотрят сейчас зрители, он ясно читает это. Так вот, когда он это читает, что это может вызывать разные настроения, разные ассоциации. Могут быть ассоциации, например, трагические или какие-то другие. Как бы вы охарактеризовали с точки зрения вот жанровой принадлежности вот это произведение? Не переводя его, а просто вот как вы считаете, что это, что в вас это пробуждает? Это, ну, это такой, как, впрочем, и все мои стихи, я считаю, в частности, этот лингвогобелен, а лингвогобелен в особенности, это одна из страниц, я озвучил одну из страниц своего такого вот борт-журнала-сталкера. Мой психологический там, ну, как-то, конечно, все опасают слово психоделический, сразу ассоциации с наркотиками. Вот, они здесь абсолютно, ни при чем даже отдаленно. Вот, я это называю психоделикующий. Такой, своего рода, своего рода психоделикующий внутренний борт-журнал моего внутреннего вот сталкера, моего, как принято говорить, лирического героя. Это сталкер, это сталкер, это не мое второе я. Мое второе я, это то, что вот сидит сейчас в студии и рассказывает, вот, издевается над зрителями. Вот, а мое первое я, не альтер-эгго, а альтер-примо, вот, это как раз мой вот этот самый герой, который, путешествуя по ландшафтам самых различных миров, пытается ликвидировать, ну, не ликвидировать, а облегчить вот последствия вот той самой недостроенной Вавилонской башни. Кстати, остатки этого зекурата можно в юго-западном Ираке увидеть до сих пор. Вот, первые три яруса. И, кстати, название это, собственно, исторической Вавилонской башни, вот этого зекурата, что по-шумерски означает «понимаем друг друга без помощи богов». Вот это, кстати, мало кто знает. И вот этот самый мой внутренний сталкер, переводчик, такой вот путешественник, второй такой утнапиштим, говоря уж совсем по-шумерски, который соткал ковчег из своих многоязычных стихострок и путешествует по вот этому языковому и межкультурному, межвременному, межцивилизационному океану. Но вот он и пишет вот этот свой борт-журнал, а до меня доходят далеко не все, конечно, страницы его борт-журнала. Жаль, что далеко не все, но в то же время и хорошо, что далеко не все, поскольку я вынужден был бы только и тем и заниматься, что сидеть, и фиксировать вот то, что он пишет и мне озвучивает, а я их только записываю. Приходилось бы бросить все и заниматься только этим, а я себе этого не могу позволить. Вот что это такое. Спасибо. А вот такой же вопрос может быть несколько неожиданный в контексте такой нашей вдумчивой беседы на тему лингвогобелинов, которую вы сочиняете. Вы, конечно, как и другие культурные люди читаете что-то. Ну, не обязательно это художественно. По-русски в последние 3-4 года я вообще не могу ни что читать, кроме специальных необходимых текстов какой-то. Вот не могу. А вот специально, какие вы тексты читаете? Жутко громоздкий язык. Громоздкий, да? Ужасно громоздкий язык. А вот какие вы предпочитаете и на каких вы читаете? Это зависит от ситуации настроения или настроения. Ну, все-таки. Вот на них... Ну, есть какие-то предпочтения из этих 103, среди которых есть много мертвых? Да все люблю. В общем, все люблю. Читать, но вы же не можете легко привлекать тексты некоторых языков? Ну, конечно, конечно. Где же я их возьму сразу? А вот из того, что у вас под руками, вот что вы читаете? То, что под руками, ну, то, что под руками, но вот сейчас, сейчас как-то вот я полюбовал томик Артюра Ромбо, разумеется, в оригинале. Затем мне дали друзья, востоковеды, мне принесли распечатку поэзии Древнего Египта. И подумали, чтобы начать переводить, но в то же время... Затем моя такая, одна из моих настольных книг, что называется «Перед сном», это вышедшая в 87-м году в Китае, «Определитель китайских драконов». Все расписано, как о реальных существах, и при какой династии, какой дракон чему служил, за что отвечал, что символизирует, и во что потом трансформировался. Вот такая вот моя последняя, любимая такая литература. Ну, вот такая. А вот не могли бы, скажем, не задумываясь, просто назвать трех любых авторов поэтических текстов? Ну, первых, которые пришли в голову. А, в смысле, авторов поэтов? Да, поэтов. Просто трех поэтов, независимо от времени, пространства. Вот одного я назвал, Артюр Рамбо, моих любимых. А вот еще двух первых попавшихся, которые возникают в сознании. Саят Нала. Франсуа Виньон. Франсуа Виньон. Да, все-таки склонность к французской поэзии у вас явно доминирует. Ну, нет, Рамбо и Виньон, они писали на очень разных французских языках. Очень разных. Ну, конечно, и диалекты разные. Да, 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 и во время, вообще-то их по времени их отделяет более 400 лет. Это тоже нельзя забывать. И почему сейчас говорится, что наименее знают Шекспира сейчас сами англичане. Потому что им переводят, приходится переводить с английского на английский. Ну, они не переводят, у них существует большое количество адаптаций с Middle English на современный английский. И это, я считаю, что это, конечно, профанация. И скоро нам уже также будут Пушкина переводить на русский язык. И так может далеко зайти. Да, да. Вот все эти неудачные переводы слова о полку Игореве, которые мне нередко встречались, но я не понимаю, зачем это нужно переводить, когда это можно просто читать. Да, можно читать. И для этого не надо перевода, на самом деле. Кстати, вот слово о полку Игореве я только хочу вставить, что одна моя приятельница в прошлом году затащила меня на какой-то семинар в РГГУ, где собрались лингвисты, и обсуждение посвятили когда-то слово о полку Игореве. И, конечно, я сидел, сидел, так тихо, тихонько хотел, просто мне интересно, конечно, было послушать, и тихонько хотел так улизнуть, но вот один из лингвистов узнал меня, о, да у нас Мили Мельников, так вот, в основном, большая часть людей все-таки обрадовалась, чем насторожилась. Вот, и, ну, а что вы думаете по этому поводу? Ну, мне пришлось встать и сказать, что, знаете, я, конечно, не специалист, и спасибо вам за то, что я сегодня очень много узнал для себя интересного, как дилетант. Но вот только вот многие проблемы бы, наверное, отпали, если бы вы замечали самое-самое явное. И вот сказал он свое такое наблюдение, что дело в том, что вот, как известно, хочет что-нибудь спрятаться понадежнее, положено самое видное место. Вот то же самое и с названием слова о полку Игореве. Дело в том, что слово о полку все воспринимают слово полк, ну, то есть об отряде, о воинской дружине Игореве. Я думаю, что это не совсем так. Дело в том, что у тех же там палапских славян и лужицких славян до сих пор сейчас, особенно диалекты лужицкие, на которых сейчас говорят вот на границе Чехии и Словакии и Польши, вот и Германии, в Судетах, вот я встречал таких людей. Вот дело в том, что полк это не в смысле там дивизия, эскадрон или батальон. Нет, полк это принесли поляки в смутное время, как вот понятие эскадрона, поэтому до этого был назывался воевода и стрелецкие голова, а тут пошел стрелецкий полковник до Петровских времен вплоть. Вот. Нет, не было тогда такого слова полк. Полк это не соединение, которым командовал князь Игорь. Полк это пелок, пелык или пелымка в современных белорусском и украинском помылка, ошибка. Рассказ о Игоревой ошибке. Вот в чем дело. Почему этого до сих пор уважаемые лингвисты и как-то вот филологи не обратили на это внимание, я не знаю. Может быть это дало бы им дополнительный ключ к вопросу о достоверности и недостоверности этого гениального памятника. Нет, ну речи о недостоверности этого памятника не может быть, поскольку памятник существует. Вы, наверное, имели в виду о принадлежности этого памятника к 12-13 веку или же к 18-м, начало 19-го. Но это, по-моему, как бы там ни было, я убежден, что этот памятник никак не может относиться к 12 веку. Это может любой грамотный лингвист утверждать, кроме тех, кто поддерживает некоторые уже, по-моему, устаревшие идеи. Но есть много доказательств того, что это никак не может принадлежать к тому времени, но это не исключает художественных достоинств этого произведения. Да, конечно. Нужно интересоваться культурой. Самоценность его не отменяется, конечно. Конечно. Вот я в руках держу книгу, у нас же программа называется «Букинг», и я держу одну из книг Вилли Мельникова. И книга называется, интересная для тех, кто любит такие сращения, «Неисправикинг». «Неисправикинг». «Неисправикинг», вот вы видите. Один из моих самодиагнозов. Да, но я ее пролистаю так, «Неисправикинг», написан, как правило, на русском языке, хотя здесь есть ему и гобелины, и есть просто фотографии художественной работы в Вилли. Фотоживопись какая-то называется. Ну, или же фото, как-то это называется, фотоманипуляция это называется на художественном языке. А, ну, может. Когда манипулируют изображениями живописными и фотографическими одновременно, и рисунками, и все это сочетается в некой идее художественной, которую воплощает человек. Кстати, «Мофтолингу» в этом отношении тоже представляет такие же образцы. Она очень, да, показательная. Здесь как бы другая грань, другая страна вашего творчества, на которой мы еще имеем возможность недолго остановиться. Я бы хотел, чтобы вы рассказали вот о судьбе этой книги, о том, что в ней содержится, может быть, что-то прочли бы, что вам нравится. Да, конечно, удовольствием. Но это одно... Но это другое совсем. Конечно. Но это один из моих только сборничков, пятый, что ли, или шестой. Все они были изданы гомеопатическими совершенно тиражами, коллекционными, по 100 экземпляров, и давно уже разошлись. Большей частью среди западных словистов. Здесь это как-то вот никому особо не надо. Но, тем не менее, вот есть, что возможно подержать в руке и почитать. И да, здесь мои стихи на Муфта-Лингве. Это мне сделали такой подарок. 100 экземпляров они выпустили, даже с цветными репродукционными вкладками моих работ. Подарок на кафедре истории, теории и литературы Донецкого университета, филфака, ДонГУ. И вот выпустила молодая донецкая филолога, сейчас она перебралась в Москву, Ирина Логвинова. И ее, в основном, тщанием все это сделано, ее инициативой. По крайней мере, есть вот то, почему я могу почитать, если и забуду, что я далеко не все свои тексты помню на память. Да, я пишу так называемые муфта-лингвы. Это язык слов кентавров, где при образовании иниологизма общим, напоминая соединение типа муфты, поэтому я так и назвал муфта-лингва, выступает один общеударный слог или, что важнее, один общеударный смысл. И вот, да, вот пару стихов, насколько это позволит. Да, конечно. Можно даже не пару, а больше. Хорошо. Ну, например, из книги, ну, когда я говорю из книги, не стоит представлять такой увеситый фолиант, это условное такое разделение, что ли. Не люблю слово цикл, оно несколько такое психоболезненное, цикл. А именно книги, условное такое разделение про себя. Из книги «Борджурнал штурмана железнодорожного плавания». Грезно горек на горе Кармель, недозревший плод самого Манго. Посадил ковчег на Карамель, капитан второго бумеранга, раздробилье неделишних глав. И строй цели, бат почти у цели, и в утопке не горит фрилав, если макер вал Маккиавелли. Год кобылы любит ход конем, ветербург надменная коломна, что в гости при имени моем, раз пророчество отчество бездомно. И на озаревности скачок подсознахарь не дает отсрочки. В оболочке радужный зрачок, радуга ж не знает оболочки. Из вержерла вырвало слегка пики из-под облачной опеки. Эпизод чей строит на века плоско-пластилиповые Мекки. Или вот из другой ясновидеокассеты из Вавилондона. Ин витро зверитос воздам. Зов к ничего не происходу, где несозревность пней к плодам в самовлюблетную погоду. Не взвил шутихи порох од, созвонит спиленой пилястры. Крестовых похотей поход собрал в букет энтузиастры. На взрыв рыдал запал опальный, набив оскомину осколком. Репейник, пан или пропальмой стучит в окно и слышит волком. Пил до потопа ли плач пилы. Во исцеление пуль от цели на возоветер пыль в стволы набил. Пророки загалдели. Сменил капричи на киприт из голодавшейся изгоя. Воспоминаторе хлорит лизнув, иду со сладким в бой я. Мигни, магический магрит. Или другое, это как раз возникновестник из непредсказанка. Посвящение Осипу Мундельштаму, одной из моих любимых моих поэтов. И в частности, начинается оно с двух его таких визитных что ли строчек. Попробуйте меня от века оторвать. Ручаюсь вам себе, свернете шею. Устав вино виною разбавлять, из луж шепучи глазах и в роше пью. Попробуйте на мне пронзенно выпасать безглазерных прицелов ноготочья, их ствольно-нарезную гипно стать, принять как краснотворное непрочья. Попробуйте меня подковой подкупить, пробелом прописав прополоскачки. Притарианцев приторную прыть нейроновым нейроном в счет подачки. Заточено за тучи день шестой. Из-под небестий, что так звал енох, нет. Попробуйте меня кормить капустотой, пресыщей издевакуум и сдохнет. Предчудствия мои предотврачи. Лечитесь, граф, без церемонты кристо. Мой дикобразум сном, попробуй, помрачи, сдав кубики на степень кругочисто. Высокий обольститул ищет знать. Сквозь смех колодца небо плачет сухо. Попробуйте меня в двадцатый век вогнать. Ручаюсь вам, ему взорвете брюхо. И вот такие вот моностихи. Моностихи, я их называю, этот жанр, стихи-однострочники. Это своего рода такие визитки мухталинговые, визитки моего стиля мышления. Я их называю определезвия и ощущепки. Например, долг платежом красен на муфталингове звучит так. Задал жадность, возврат щедростью красна. Или, например, бизнес. Мне деньги концентратить, разбавлень. Семейная идиллия. Я рукоприкладам, когда ты надоева. Или же весна. Очень своевременно. Мерзлятца, медитая, льдинозавры. Или, что мне гораздо приятнее, осень. Абезглавгуст нес скелету на прохладбище. Или ностальгическое. Октябряцань я комсомолотом по пионервам. Ну, такое очень крамольное, но все же патриотическое. Россия гулеверит в Лили Путина. Или диагноз себе. Я не исправикинг. Словообразоварвар. Неукротигр. Потрястреб. Непредсказубр. И в чем-то изящерица. По роду занятий. Вездельник. По национальности. Идеец. Социальное происхождение. Творянин, но из разночтинцев. Склад мышления. Мультименталист. Затем причина бед. Мы слишком редко говорим на Есперанта. Феномены. Платите небу эналоги. Рецепт. Творчество. Выпил архимеда и шедеврика. И, наконец, предостережение. Не всякая новорождевочка вырастает взагля девушку, становится головокруженщиной, доживает до неувядамы и достигает мудрости улы бабушки. Спасибо. Спасибо, Юлия. Наша сегодняшняя трансляция подходит к концу. Я от своего имени, от имени Вилли, он сам, возможно, сейчас скажет несколько слов телезрителям и радиослушателям. Только сказал. Благодарю вас за ваше внимание к нашей трансляции. И что-нибудь вы хотите на путь себе какое-то сказать? Ну, на путь себе. Не бойтесь языков. Помните, что неспособных к языкам просто не существует. Если кто считает себя таким вот, ой, я не способен к языкам, тот говорит, ой, да, я Маугли из джунглей, я ничего не выучу, даже свой собственный родной язык не освою. Вот это равносильно этому. Так что не бойтесь языков, и они вас не должны бояться. Говори с ними на равных, как живыми существами. Они ответят вам взаимностью, уверяю. Спасибо большое, Вилли. Напоминаю, сегодняшняя программа Booking на живом телевидении www.tv-l.ru Вы также можете смотреть нас на Корбине. Ведущий в студии Юрий Проскуряков. До свидания. До новых встреч. Счастливо. Спасибо, Вилли. Вам спасибо. Спасибо.